МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 9 участников и 3 первых места подвели итоги конкурса социально-ориентированных проектов. Летний грипп. Как защитить себя и своих близких от интервирусной инфекции? 13 команд вступили в борьбу за главный приз. В СОРОВ стартовал Кубок города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Включить социально-ориентированные некоммерческие организации, которые занимаются охраной окружающей среды и защитой животных, в список приоритетных видов деятельности в очередной раз предложили депутатам. НКО из этого списка могут претендовать как на имущественную поддержку страны администрации, так и на участие в грантовых конкурсах разного уровня. Вопрос этот не единожды обсуждался на заседаниях комитетов, но долгое время не получал поддержки народных избранников. Администрация представила депутатам документы, из которых видно, что изменение в положении о поддержке социально-ориентированных НКО не повлечет за собой выпадение доходов и бюджета, а даст возможность большему кругу организаций реализовать важные для города проекты. Народные избранники с аргументами согласились и вынесли вопрос на ближайшую сессию, на которой голосованием и поставят в нем точку. К другим новостям. Девять социально-ориентированных некоммерческих организаций в этом году подали заявки на участие в конкурсе на получение гранта на свои проекты. Всего было предусмотрено несколько направлений, среди которых социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, деятельность в сфере патриотического воспитания, благотворительность. Три проекта заняли первое место, им будет предоставлена субсидия в размере 200 тысяч рублей. Претендовать на поддержку администрации могут социально-ориентированные некоммерческие организации, которые соответствуют определенным критериям. В том числе НКО должны работать на территории Сарова, причем если раньше организация должна была существовать не менее года, то теперь срок ее регистрации не важен. При этом нельзя иметь задолженностей. Важны и другие параметры. Вести активную общественную деятельность на территории города с привлечением как можно большего количества жителей города вовлечения в свою деятельность. То есть волонтерская деятельность, спортивная деятельность, культурная деятельность. То есть образовательная деятельность, это все учитывается как раз при подведении этих итогов. В этом году комиссия, в состав которой входили представители администрации и депутаты, высоко оценила проекты «Строевой смотр-2019», культурно-просветительский марафон победы и создание новых экспозиций в музее военно-морской славы. Их авторы – общественная организация «Воин», общественное движение молодежи Сарова и организация ветеранов военно-морского флота соответственно. Также средства получат еще несколько организаций. Нижегородское региональное историческое общество организации «1945» с проектом мероприятий по террористическому воспитанию граждан посредством проведения военно-исторических реконструкций отрытых уроков в музейно-высточной деятельности. С баллом 28.35 представляются субсидии в размере 100 тысяч рублей. Аналогичная сумма будет выделена Совету ветеранов за проект через общение к активной жизни и долголетию. В течение года грантополучатели должны реализовать свои проекты и отчитаться о потраченных средствах. Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. На Новый год россияне будут отдыхать 8 дней. На празднование Дня защитника Отечества и Международного женского дня выделено по три выходных. В мае следующего года нерабочими станут дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая включительно. Также россияне будут три дня отмечать День России – 12, 13 и 14 июня. А также День народного единства только 4 ноября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области подвели итоги весеннего призыва. Он, напомним, проходил с 1 апреля по 15 июля. За это время в ряды вооруженных сил призвали около 3000 нижегородцев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Каждый четвертый призывник имеет высшее образование. Также нижегородцам предоставили более 6000 отсрочек от призыва. Из них 4800 призывников захотели получить образование. Около 1000 оказались негодны к службе. И 23 человека получили отсрочку по семейным обстоятельствам. Саровская полиция объявила набор. Требуются мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство России, полное среднее образование и опыт службы в вооруженных силах. Более подробная информация по телефону 60510 и 60582. Также соискатели могут обращаться в 218 кабинет здания Саровской полиции по адресу улица Советская, дом 1. С этой среды, 17 июля, в парке имени Зернова начинаются занятия хатха-йогой под открытым небом. Занятия будут проходить по средам на зеленые поляне на месте бывшего аттракциона «Веселые горки». Инструктор направления Татьяна Джунковская поможет подобрать подходящее упражнение. Занятия бесплатные. Начало в 11 часов. На занятия всем желающим необходимо взять свой коврик. Лето – это пора отпусков и отдыха, но радость от общения с природой может омрачить энтеровирус. Эту болезнь еще называют летним гриппом, поскольку пик заболеваемости приходится на теплые месяцы. Кто находится в зоне риска энтеровирусной инфекции, о способах профилактики и методах лечения расскажем в следующем репортаже. Энтеровирус поражает в основном детей от 3 до 10 лет. Заболеть могут и взрослые, но они переносят болезнь гораздо легче. У малышей иммунитет еще не выработал антитела для борьбы с энтеровирусной инфекцией, поэтому они болеют чаще. А у детей все многообразие клинических форм этой энтеровирусной инфекции. Начиная просто как респираторная инфекция, с температуры головной боли и легкого насморка, боли в горле, до менингита. Заболевания носят сезонный характер. Вспышки возникают в весенне-летние и летние-осенние периоды. Заражение энтеровирусной инфекцией происходит через воду и мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании больного. Чаще всего летний грипп подхватывает при купании в открытых водоемах. Сохраняется энтеровирус очень хорошо в воде. И в стоячей, и в сточных водах, которые спускаются, и в речках, и в озерах. И все. Где, значит, когда жарко, люди начинают купаться, а то еще, не дай бог, и попьют эту водичку. И энтеровирусы тут как тут. Если в детском коллективе есть заболевшие, то высок риск заражения и других малышей. Крепкий иммунитет справится с вирусом через 3-4 дня. В ослабленном организме энтеровирусная инфекция может осложниться менингитом. Менингит обычно начинается на второй волне. Все вроде бы прошло за 3-4 дня. И все хорошо, да? А через 3 дня, через 2-3, начинается все снова. Опять температура, головная боль, рвота и менингиальные симптомы. Это вот менингит так начинается. Менингит лечится только в стационарных условиях. В результате интенсивной терапии пациент полностью выздоравливает через 3 недели. Чтобы снизить риск заражения энтеровирусной инфекцией, нужно соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах. При первых признаках заболевания не заниматься самолечением и обращаться к врачу. С появлением ребенка каждый мужчина старается сделать так, чтобы его семья ни в чем не нуждалась и при этом хочет проводить как можно больше времени с близкими. И если в семье один ребенок, это задача по силам каждому. Но как справляться, если воспитываешь четверых детей? В нашем городе есть те, кто готов поделиться секретом успеха. Ответственный сотрудник или заботливый отец? Пока не выбирает между карьерой и семьей, Ивану Белову удается совмещать оба звания. Вечерами и по выходным он заботливый муж и отец. В будни днем старший научный сотрудник конструкторского бюро ядерного центра. Работа очень увлекательная, творческая, интересная. За что хочу выразить отдельную благодарность нашим руководителям за их неравнодушный творческий подход. У Ивана четверо детей, две девочки и два мальчика. И все они абсолютно разные по характеру. Кто-то любит читать книги, кто-то заниматься спортом, кто-то играть в развивающие настольные игры. Но Ивану это нравится, и он не настаивает на том, чтобы дети увлекались каким-то одним конкретным занятием. Один мой знакомый многодетный отец сказал, что у детей лежит душа к тому, той ниши, которая не занята другими детьми. Поэтому они сами найдут свой путь развития. А наша задача – это направить. Старшей дочери Верю 8 лет. Вместе с младшей сестрой они приняли решение, что будут хорошими помощницами родителям в домашних делах. И пока мама нянчится с полугодовалом Мишей, девочки моют за собой посуду, убирают в своих комнатах, помогают со стиркой. А вечером все семьей играют или делают домашние задания вместе с папой. Он добрый у меня. Он меня хорошо воспитывает. Ну, Иван помогает мне. Иногда, если что-нибудь у меня сломалось, тогда он что-нибудь потихнет. Ивану приходится много работать. Но, несмотря на это, он не считает, что все домашние хлопоты должны лежать на плечах супруги. Он с уважением относится к ее труду и старается помочь при каждой возможности. В воскресенье они играют, отдыхают на природе, гуляют по городу. Неважно, чем заниматься. Главное в кругу родных, считает Иван. Потому что время, проведенное с семьей, бесценно. Близкий сосед лучше дальнего родственника. У соседей просят помощи в тяжелые времена. С ними делятся радостью счастливые моменты жизни. В этом отношении они как будто становятся членами семьи. Дружим мы с соседями или нет, контактировать с ними все равно приходится. Какими качествами должны обладать люди, которые живут по соседству? Аналитические центры разных стран регулярно проводят исследования на эту тему. А что думают по этому поводу саровчане, выясняла наша съемочная группа. Аналитики Левада-центра выяснили, что наиболее желательный сосед для россиян одинокий пожилой человек, мать-одиночка и семья с инвалидом. А каким должен быть идеальный сосед для саровчан? Пойдемте узнаем. Как вы себе представляете идеального соседа? Спокойный, веселый, недостающий никого своими проблемами. Человек, который всегда поможет. Если я, например, позвоню ему в дверь по каким-то своим личным причинам. Человек, который всегда улыбается и здоровается со мной. С которым нет проблем взаимодействия. То есть, здороваемся, прощаемся, находим общие темы. Идеальный сосед, который не шумит, добрый, отзывчивый, который всегда рад прийти на помощь. Чтобы не залил нас иногда, чтобы не шумит по ночам. Ну, чтобы он жил километров за 200. Нет, метров за 200 от моего дома. Как с ними контактируете? Улыбайтесь друг к другу при встрече. Здорово. Понятия, ситуации в жизни бывают разные. Были такие критические, когда там был потоп. Соседи помогли, впряглись. Они, собственно, и заметили, и помогали все это собирать. Нет, нам повезло. У нас хорошие соседи. Что-то кому-то тяжелое надо поднять. У кого-то мебель приезжает, или машину разгрузить. Вот тогда, да, помогаем. Если заходит мама с коляской, я обязательно помогаю. Ребенок на велосипеде, бабушка. Постоянно вешаем в подъезде почтовый ящик. Он все время отваливается. Выясняли, каким должен быть идеальный сосед. Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. На центральном поле стадиона ИКАР стартовали матчи в рамках 71-го Кубка города по футболу. В турниры принимают участие 13 команд из 1-й и 2-й лиги. В 1-й восьмой финал на поле вышли команды «Искра Юнайтед», представляющие подразделение пожарной охраны, и «Арсенал», в состав которого входят сотрудники Российского федерального ядерного центра. Подробнее о матче расскажем в следующем репортаже. Участники 1-й и 8-й Кубка города выходят на построение, обмениваются рукопожатиями и ждут стартового свистка судьи. Согласно системе этих соревнований, команда выбывает из турнира после первого же проигрыша. Поэтому желание забить гол ворота соперника возрастает в разы. В составе команды огнеборцев «Искра» одной из самых опытных участниц городских турниров по футболу в последние годы произошли изменения. «Мы дали новый дух, новую силу в команду и прибавили к ней маленькую приставочку «Искра Юнайтед». Почему мы это сделали? Потому что в нашей команде играют не только сотрудники пожарной охраны, но и сотрудники ВНИЕФа, работники ВНИЕФа, сотрудники воинских подразделений. Ну и, соответственно, «Искра» объединения, «Искра Юнайтед». Ну и здорово звучит. Встреча между «Искрой Юнайтед» и «Арсеналом» оказалась напряженной и богатой на острые моменты. Команда ядерного центра открыла счет, а спустя некоторое время забила еще один гол в ворота огнеборцев. Под конец первого тайма игрокам «Искра Юнайтед» все-таки удалось реализовать голевую атаку. На перерыв команду ушли со счетом 2-1 в пользу «Арсенала». Основное время матча закончилось ничьей 3-3. В серии после матчевых пенальти победу одержала команда «Искра Юнайтед». Это планирование, опять-таки это подготовка, это созидание, это тренировочный процесс, подготовка к определенным соревнованиям. В октябре игроки команды «Искра Юнайтед» планируют отправиться на чемпионат России по футболу среди специальных подразделений пожарной охраны. На этот раз наши спортсмены настроены только на победу. Это один из видов подготовки. То есть мы готовимся. В 2015 году проводились соревнования, опять-таки первые среди специальных пожарных подразделений, где мы, к сожалению, в финале уступили. То есть заняли почетное второе место. Не так давно команды, принимающие участие в городских соревнованиях, разделили на две лиги. Это дает возможность опытным командам подключаться к турниру уже на этапе 1-4 и полуфинала. А новичкам пробовать свои силы. В Федерации футбола нашего города всегда рады новым спортсменам. Ждем, кто-то может организовать команду. Ждем всех желающих. В дворах много молодежи. Надо инициативных людей побольше, которые возьмут на себя такое время от ответственности команду организовать. Параллельно с Кубком на стадионе «Икар» проходит традиционный чемпионат города по футболу. Победители обоих турниров станут известны осенью. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин